Всем привет! Что делать в ситуации, когда таможня в результате анализа документов и груза решила все-таки составить протокол, но вы с этим категорически не согласны? После составления протокола начинается так называемая процедура дознания, когда таможня должна собрать дополнительную информацию по данному событию и вынести постановление о наложении штрафа на виновное лицо. Различные мифы, которые витают среди грузовладельцев, брокеров об этой процедуре приводят зачастую на практике к ошибкам грузовладельцев уже в тот момент, когда таможня еще пока решает, представлять протокол или нет. Сегодня мы рассмотрим несколько таких типичных ошибок грузовладельцев, которые приводят к уплате штрафов и дадим свои лайфхаки, как этого можно избежать. Поехали! Одна из самых главных ошибок импортеров предоставлять письменное пояснение таможни до момента составления протокола. Как правило, у таможни не всегда есть основания составить протокол после анализа документов. Поэтому на практике зачастую таможня озвучивает импортеру, что таможенное оформление груза приостанавливается для проведения проверки, есть ли в его действиях состав правонарушения. И, дескать, для принятия этого решения необходимо предоставить дополнительное пояснение по этому событию. Например, почему есть ошибки несоответствия в документах и декларации, почему водитель опоздал в зону таможенного контроля с доставкой груза и так далее. И импортер, ни о чем не подозревая, предоставляет письменное пояснение по этому факту, надеясь, что таможенное оформление продолжится, и вот эта предоставленная информация, она спасет его от протокола. Таможни в этой ситуации поступают с точностью до наоборот. Ведь эта информация зачастую, которую предоставляет импортер или декларант, содержит как раз те недостающие данные или информацию, у которой не хватает аможни для того, чтобы составить протокол. Как правило, такие пояснения не всегда качественные, не всегда профессиональные, и, соответственно, протокол тому не составляет именно на основании вот этого письменного пояснения. Лайфхак номер один – никаких письменных пояснений таможни не предоставлять категорически до момента составления протокола. Вторая шипка грузоводельцев – после составления протокола смириться с неизбежностью штрафа. Сам факт составления протокола еще не означает укладу штрафа. Таможня, составив протокол, должна разобраться в нарушении, вызвать все заинтересованные лица для предоставления устных или письменных пояснений, провести необходимые экспертизы, например, провести оценку товара у соответствующего эксперта, выяснить всю необходимую информацию у импортера или экспортера груза, у перевозчика, у таможенного брокера, в том числе и у других лиц, например, нерезидента грузоотправителя. И вот на основании этой информации таможня обязана принять решение, есть ли само нарушение, и если оно есть, кто виноват в этом нарушении. Поэтому на этом этапе украинскому грузовладельцу крайне важно быть проактивным, прибыть в таможню для предоставления пояснений, предоставить необходимые документы, которые заранее были подготовлены, запрошены от таможенного брокера, перевозчика, продавца, нерезидента. Предоставить эти документы в таможню, другими словами, качественно провести юридическую защиту своих прав и обязанностей. Наш второй совет. После составления протокола, качественно, юридически, грамотно защищать свои права, для того, чтобы добиться положительного результата и аннулировать протокол уже на этом этапе. Ошибка номер три. Не предоставить таможне пояснение по факту протокола. Если таможня вызывает вас прибыть для предоставления личных, устных, либо писленных пояснений, обязательно их предоставьте. Не обязательно ехать таможню лично. Вместо вас может поехать юрист или адвокат на основании доверенности, но компетентные профессиональные специалисты юридически более подкованы, чем вы и имеют больший опыт общения с правоохранительными органами, поэтому психологически более устойчивы. Соответственно, у них больше шансов доказать ваши права при визите в таможню. Кроме этого, вы имеете возможность предоставить пояснение, отправить их почтой в виде письма или через курьера. Итак, лайфхак номер три. Предоставить письменные пояснения от таможни лично, через адвоката или отправить их по почте. Еще одна ошибка в руководительстве. Не проводить свои собственные экспертизы груз. Таможня для принятия решения по протоколу имеет право проводить экспертизы. И эксперты, которые обрабатывают такие запросы таможни, зачастую заангажированы. Они, как и любые коммерческие организации, получают оплату за свои услуги и, соответственно, зависят от количества запросов со стороны таможни. Это ведет к склонности таких экспертов давать нужные таможне выводы в своих заключениях. Поэтому не ленитесь и не экономьте денег на проведение своих собственных экспертиз. Обращайтесь к тем экспертам, которые имеют солидную историю, незапятнанную репутацию на рынке. Эксперты, которые давно работают в своей нише, очень бережно относятся к тем выводам, которые они пишут в своих заключениях и никогда не пойдут на их искажения для сей минутной выгоды. Наша рекомендация – обязательно проводите параллельно свои собственные экспертизы у независимых экспертов. Ошибка номер пять. Получив постановление о наложении штрафа, не обжаловать его в суде. Очень часто на практике таможня в погоне за количественными показателями составляет протокол даже в тех случаях, когда сама таможня знает объект безперспективных. Иногда таможня рассматривает документы некачественные, иногда обвиняет лицо, которое не виноват в нарушении, иногда спешка неизначает необходимой экспертизы. Поэтому погоня за выполнение плана по протоколу приводит к таким бесперспективным материалам. Получив такое постановление о наложении взыскания, его можно и нужно обжаловать в суде. Возьмите протокол, возьмите постановление и внимательно изучите материалы вместе с юристом. После этого подайте необходимые документы и исковые заявления в суд. Суды сегодня более качественно проводят рассмотрение документов и отменяют эти насквозь составленные протоколы. Поэтому наша рекомендация в обязательном порядке обжалуйте в суде постановление о наложении взыскания. И самое главное, помните, что задача бизнесмена заниматься своим бизнесом, а не владеть десятками тысяч процессуальных норм, положений, законов и чеканить их безупречно, как таблицу умножения. Не занимайтесь самолечением, доверьте защиту ваших прав к компетентным профессионалам, обладающим солидным опытом и юридическими знаниями для защиты интересов грузовладельцев. С вами был Александр Гладилин, компания Куртфлиринг. Не забывайте ставить лайки под этим видео, но перед этим хорошо помойте руки. Крепкого всем здоровья и легких всем оформлений. Субтитры создавал DimaTorzok